МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный спонсор программы Компания Макс Интер. Улица Богдана Хмельницкого, 77. Макс Интер. Всегда в движении. Здравствуйте. В эфире хроника городских происшествий программа «Сканер» в студии Максим Ивановский. И вот главные темы сегодняшнего выпуска. От рыбалки до суда в Паярково поймали нарушителей рыбаков с 50-килограммовым уловом. В Тамбовском районе скончался пассажир легковушки, водитель которой вылетел навстречу и столкнулся с КАМАЗом. Скорая помощь и больница. К чему еще приводят нарушения правил дорожного движения в обзоре городских аварий. Двух рыбаков-нарушителей поймали пограничники на реке Амур в районе села Паярково. У них сотрудники нашли более 500 экземпляров речной рыбы. За незаконную рыбалку жители села Паярково задержали 10 октября во время действующего запрета на ловлю любой рыбы в реке Амур. У мужчин забрали резиновую лодку, ставные сети и весь улов. Это около 50 килограммов рыбы. В отношении них составили административные протоколы. В итоге, по решению суда, нарушителей наказали штрафом в 4000 рублей, рассказали в пресс-службе Амурского пограничного управления ФСБ. В Амурской области на трассе разбился автобус. Попавший в аварию транспорт принадлежит предприятию «Стройтранснефтегаз», отмечает газета «Зейские огни». Происшествие произошло накануне в районе 7 часов утра. На 114-м километре автодороги Благовещенск-Свободный водитель ПАЗа не справился с управлением. Транспорт врезался в дерево. В результате водитель автобуса получил травмы. И печальная новость из Тамбовского района. В страшном ДТП, которое произошло на прошлой неделе с участием легковушки КАМАЗа, скончался один из пассажиров. Напомню, недалеко от села Тамбовка водитель «Тойоты Аксио» вылетел навстречу и столкнулся с грузовой машиной. Очевидцы ДТП предположили, что водитель легковушки был пьян, потому и не справился с управлением иномарки. Кроме виновника ДТП, в салоне были и пассажиры. От полученных травм один из них скончался в реанимации. Чтобы извлечь пострадавших из разбитой иномарки, пришлось привлекать спасателей. А в Благовещенский таксист задолжал почти миллионный долг за неуплату алиментов. Суд лишил его водительских прав на 6 лет и посадил на 15 суток. Долг в 800 тысяч рублей Благовещенец накопил с 2009 года. Сначала мужчину лишили родительских прав, потом несколько раз привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Потом нерадивого отца лишили водительских прав. Такая мера должна была смотивировать мужчину вернуть долги по алиментам, так как он подрабатывал таксистом. Но во время очередного рейда приставы и сотрудники ГИБДД поймали лишенного прав горе отца за рулем. Из салона автомобиля его доставили в суд. В итоге неплательщика лишили водительских прав на 6 лет и назначили 15 суток административного ареста. И о других происшествиях на дорогах города. В Благовещенске за минувшие сутки инспекторы ДПС выявили 350 нарушений правил дорожного движения. Штрафы получили и водители, и пешеходы. Кроме этого произошло 15 аварий. Есть и пострадавшие. Далее подробнее об этом. На пересечении улиц Амурской и Пушкина столкнулись универсал и пассажирский автобус. Движение авария не парализовало, но затруднило. Участники ДТП перегородили одну из полос по улице Амурской. Автобус с маршрутом К двигался по главной, а Тойота Пробокс по второстепенной Пушкина. Водитель универсала выскочил на перекресток, не пропустив маршрутное авто. В результате виновник ДТП получил серьезную травму. Его на скорой увезли в больницу. На загородный Аутлендер не пропустил Ладу Калина. Японский внедорожник выскочил со второстепенной на загородную, где в потоке двигался отечественный универсал. Лада Калина под удар подставила правый бок. Внедорожник жертве выбил стекло со стороны пассажирского сидения. Предварительно кто-то из участников аварии пострадал. На место ДТП вызвали бригаду медиков. Дерзкий Ниссан разворотил переднюю часть Тойоти Гайя. Жертва аварии двигалась по больничной и приближалась к поперечной Северной. Откуда ни возьмись, на перекрестке выскочил Ниссан Вингроуд. Его водитель забыл о важном правиле – помеха справа. Он не уступил место автомобилю и наградил оппонента мощным ударом. В аварии никто не пострадал, а вот ее виновник оказался еще и без страхового полиса. Неприятно удивил водитель внедорожника. Такому поведению никто не обрадовался, тем более автомобилист на колдине. Он ехал за Ниссаном по загородной. Внезапно впереди идущий попутчик тормозит и сдает назад. Долго пятиться ему не пришлось. Он наехал на серый универсал. Позже стало известно, что таким образом водитель внедорожника хотел припарковаться. Разлетелись в разные стороны – Ниссан Пресаж и Тойота Калдина. Они столкнулись на перекрестке улиц Артиллерийская и Горького. Оба участника уверяли, что ехали на зеленый сигнал светофора. Очевидно, что кто-то из них не хотел признаваться. Поэтому вызвали экипаж ДПС. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Очевидцы аварии в один голос утверждают, что это именно Калдина пересекала перекресток на Красный. Жигули устроили аварию на парковке у торгового центра со стороны Пролетарской. Водитель отечественного седана, разворачиваясь, не уступил иномарке. Тойота катилась на перерез виновнику. В итоге машины застыли под прямым углом. Помощь медиков никому не понадобилась. А вот к авторемонтникам прямая дорога. Видеоматериалы предоставлены компанией «Экспертно-правовой центр». Обратиться за помощью экспертов при ДТП вы можете на загородной 171-Б города Благовещенское. Ну а в завершении программы напомню вам о том, что вы можете присылать свои видео к нам в Instagram Direct, сканер ДТП-28, либо звонить по телефону 50 12 12. На сегодня же это все. Помните, что ваша безопасность прежде всего в ваших руках. Генеральный спонсор программы – компания «Макс Интер». Улица Богдана Хмельницкого, 77. «Макс Интер». Всегда в движении. Сканер. Ищите нас в Instagram. Сканер ДТП-28. Продолжение следует... Продолжение следует...